А вот поймали Виктор Ващук, главный пивовар и сооснователь, совладелец брюери, кулак. Кулак, потому что, почему? Есть две версии. Самое последнее, это то, что кулак, то что нам больше импонирует, что кулак это символ революции. То есть мы это все, скажем так, перенесли на пивную крафтовую революцию. На острие, так скажем, да, крафтовую революцию. На острие, без компромиссов, мы стараемся делать, ну, вроде получаются, хорошее крафтовое пиво, без компромиссов с качеством. Ну да, я, ну, интересная версия в таком плане его. Нравится тебе, не нравится, значит, я называют королем милкшейком. Ну, я против, конечно. Против? Да. Ну, милкшейки у тебя бомбезные, получается. Ну да, я их начал один из первых варить, да. И как-то продолжаешь, то есть идет тема и... Ну да, вчера сварили панкинг милкшейк, новый. Ох. Да. Сейчас я начал другую. Не просто панкинг, еще милкшейк. Горбуз, да, туда пошел горбуз, пошло чуть-чуть манго, чуть-чуть на это самое, на пектин грейпфрута пошло. Ну, посмотрим, что получится. Ну и основная масса, то есть первая варка с друзьями была, вторую мы уже, он с Мишей вдвоем закончили. Когда тихо, мирно, никто не мешает, знаешь. Долго варилась? Ну, нет, процесс стандартный, просто что оно кипит долго, ему надо минимум два часа кипячения, чтобы карамелизировалось чуть-чуть, все растворилось. Горбуз хорошо разварился, знаешь. У нас 14 часов мы варили, получилось. Общий? Да, да. Тоже, но, знаешь, не совсем хорошо, когда затягиваешь на некоторых процессах там. Да, понятно, ну, а что же делать, если оно тянется? Ну, то такое, технические вопросы. У меня сейчас уже увлекает другая тема, у меня сейчас уже увлекает уже кислая тема. Ну, сауры все-таки. Да, увлекает. Я тоже подумал. Ну, я сделал, скажем, месяц назад, два месяца, первые, скажем так, ласточку, но по классике, там Газе сделали, ну, отлично, понравилось. Ну, Газе я пробовал, да, интересное такое. И сейчас мы начали пастристауты, пастристауты делать, десертные стауты. Это стауты со вкусом тортика, скажем так. Это тоже новая модная тема, сладкая, конечно, лактозные они, ну, знаешь, корица, чуть бадьянчика, добавляется, это самый, чуть джинджера, имбиря. Под Новый год, когда завтра, теплое, сладкое пиво. И вот сейчас тоже уже раскрою, потому что уже сварено, сделали, сделали тоже, мы запускаем сейчас бутылку на следующей неделе, запускаем тоже первый стаут. Революционная линейка, так называем, у нас первый сорт будет Фидель называться, это мы его сварили вчера с табаком. Давай я тебе сделаю сигарку, я тебе. И курить не надо, да? Были накуренные, накуренные. То есть табаком? Да. С гаванским? Нет, не кубинский был табак, но была Виржиния Голд, дорогой, хороший табак, листья. Давайте я покажу даже фотки. Это вчера мы охмелили, это все дело, ну, на вторичку. То есть он же бродит. Да. Ну, это наши, мы потом будем делать презентации, вот, куча табака, куча всего, знаю, уже такое оно, ром. Прикольно. Да, то хотим сделать такую линейку революцион, революцион бир, типа, первый, посвящена именно мировым лидерам революции. Первый пойдет Фидель, потом пойдет Че, Че будет, потом пойдет Марат, французский, там, ну, короче, есть тема, куда двигаться. Да, тем полно, конечно, каждый год возникают все новые и новые идеи интересные. Понимаешь, ну, сейчас тоже важно, чтобы пиво само себя продавало, даже по названиям, потому что, ну, я вчера ехал на работу с желанием, чтобы меня стоял, одозревал, сейчас уже пилсник, потому что все эти охмеленные сладкие сорта, которые покупаются, оно уже, ну, досталось. Не хочется приехать, бокал пилсник, лупнуть, понимаешь? Все возвращается. Да, по-любому. Но она никому сейчас не надо. Крафтами, папами, и мне интересно. Да, все интересно, что-то новенькое, что-то интересное, что-то с какими-то добавками, с громкими названиями. Да, да, ну, доминиканский наш стаут был тоже интересный, сейчас ребята уже с Одессы. На Маме-Куане. На Маме-Куане, да. Рецепт купили, реально уже купили рецепт. Первый раз, что я продал свой рецепт, типа, мы хотим его варить, а не вопрос, варите. Только должны говорить, что это мое изобретение, все без вопросов. Ну, в этом направлении двигаемся. Нет, есть. Если честно, то проблем много, разных хватает. Ну, то понятно. Расскажи, как пивоварение, то есть ты пришел в пивоварение, вот я разговариваю. Ты же профессиональный пивовар, учился, работал профессионально. То есть не кастрюльщики, как вот большинство мы здесь. Ну, я пришел, да. Я пришел, я еще заканчивал пятый курс для пищевого университета по специальности брожения, технологии брожения виноделия. Я уже в 99-м, я уже работал на оболоне. Начал с обычного дрожжевика. Дрожжами занимался потом оператор. И здорово, до уровня мастера, цеха варницы и брожения. И на этом, грубо говоря, остановились, потому что развиваться уже не было. Я в седьмом году ушел оттуда. А чего ушел? Да все, роста не было. Роста не было. Да, у меня там был один такой момент, что я должен был пойти выше, но взяли какого-то другого чувака, она это все плюнула, развернулась и ушел. Поработал два года в недвижимости. Потом запустил один заводик с минеральной водой. Бутылированной. Тоже поработали год. И пиво все равно тебя подтягивало? Да, и с 2011 года я уже начал плотненько заниматься, скажем так, сначала мини-пивоварением, а дальше уже, считай, с 2013 года уже. Не, ну, грех был такой опыт терять, потому что, ну, из профессионалов, скажем, редко кто сейчас в крафтовом этом движении. В основном все энтузиасты такие, кастрюльники. Знаешь, большие заводы, у них есть такая большая перевага, они дают очень качественное понимание процессов, да, особенно санитарии процессов, как это все этим, это очень важно, да. И, ну, мы плавно пришли к теме пивной науки, скажем так, пивного обучения. Мы сейчас запускаем тоже с 20-го жёвтня курсы при НУБИПе с официальным этим самым. С плодом. С официальным сертификатом. Потому что, действительно, за этот год я пока насчитал минимум 20 пивоварен растет, понимаешь? Профессиональной подготовки у ребят нет. Но надо знать базовые основы хотя бы и понимать, что ты на выходе хочешь получить и как этого достигнуть, знаешь? И концентрирована такая наука по точкам, с зерном, с брожением, как подобрать даже оборудование, да. Опыт, мои ошибки я там могу рассказать. Другие тоже эксперты рассказывают. Это очень важно, на те же грабли не наступать. Да, да, да. Как исправить даже пороки пива, знаешь? Здесь новая тема, которую вообще мало кто делает сейчас, скупажирование пива. Это тоже очень интересно, понимаешь? Если у тебя пиво, видишь, получилось не такое, как ты хотел, его можно скупажировать. Его нужно переработать, вариантов много есть. На оценивание 9.